друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал а маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки ну что ж сегодняшняя торговая сессия по содержанию экономического календаря по сути не на что и внимание обратить но ничего страшного это затишье перед бурей друзья потому что самые главные отсчеты это статистика конца этой недели собственно уже завтра мы ждем заседание банка канады его итоги и соответственно очень серьезное воздействие влияние на курс канадского доллара четверг у нас заседание европейского центрального банка и уж совсем супер насыщенный будет первая неделя ноября где и non farm пэрлс и заседание опек и заседание айфид резерва то есть судьбоносные события для ряда финансовых активов и я очень рассчитываю и надеюсь друзья то что мы с вами сможем правильно определить тенденции впоследствии на этом заработаем ну а что касается наших традиционных привычных уже торговых идей за которыми мы следим давайте начнем с рынка нефти бренд 8540 в целом восходящая динамика сохраняется за редким исключением редких торговых сессий коррекции происходит но опять же я тысячу раз вам говорил что это нормально когда при трендовой динамике мы видим временный переход инициативы к другому лагерю трейдеров в основном тенденция остается прежней быча раи продолжает развиваться и как минимум из всего этого следует вывод что новостной фон остается неизменным запасы которые мы разбирали на прошлой неделе стали значимыми для рынка я имею ввиду данные от администрации энергетической информации не только потому что у нас была очередная неделя снижения дистиллятов бензина нефти но в целом запасы сейчас находится на многолетних минимумах и последний раз когда мы наблюдали их на таких уровнях бренд был в районе 100 долларов за баррель это конечно же ничего не значит здесь нет какой-то прямой зависимости но в качестве пищи для размышлений а может ли бренд подражать до 100 долларов за баррель конечно же может друзья гонман сакс ожидают роста спроса на нефть до 100 миллионов баррелей в сутки я согласен с этой оценкой допускаю что это произойдет уже до конца этого года то есть рост спроса это очевидный факт также очевидным фактом является ограниченные предложения каждый раз когда я касаюсь тем ограниченного предложения я делаю особый акцент в сторону стран опек плюс которые могут повлиять на ситуацию но ничего не делают мы помним что в первых числах ноября пройдет очередное заседание опек и заранее у нас не было информации друзья как и что будет решаться и соответственно какие решения могут быть в итоге там приняты но вот вчера министр энергетики саудовской аравии призвал страны опек плюс продолжается придерживаться прежних условий сделки и прежних обязательств прежнего соглашения что это значит это значит то что объем нефтедобычи в соответствии с прежними договоренностями будет расти но все лишь на 400 тысяч баррелей в месяц по добыче в сутки но это ничтожный показатель учитывая те объемы спроса которые сейчас фиксируются особенно в свете глобального топливно-энеретического кризиса поэтому никаких подводных камней негативных факторов и причин сейчас усомнится в том что покупатели могут серьезно ступиться я думаю что рост продолжится и в ближайшее время мы видим уровне по выше по остальным активам индекс доллара 93 88 возможно рост доллара вчера был связан с резонансом на комментарии паула минувшую пятницу о том что из-за более устойчивого и более продолжительного роста инфляции нужно верно действовать вмешаться в ситуацию и начать сокращать экономические стимулы но что касается программы количественного смягчения мы прекрасно и до этого знали что в ноябре коррективы должны произойти и в декабре уже фактическое решение должно было начать реализовываться я некоторое время назад дал вам понять что сейчас наверное куда больше тем является уже процентная ставка когда она начнет расти и здесь вот позиция трейдеров мнение трейдеров участников рынка экспертов расходится раньше большинство считалось что это произойдет первое повышение процентной ставки в середине следующего года сейчас большинство уже за то что не раньше двадцать третьего года чем больше друзья у нас сейчас будет макроэкономических данных о статистике тем больше будет возможностей самим определить уместные сроки изменения политики напоминаю что на этой неделе мы ждем с вами личные доходы личные расходы то есть важный макроэкономические отчеты которые позволят оценить потребительскую активности годовые данные по ввп и совсем уж крайне важный отчет это нон фарм фэрлс следующая неделя то есть точно перед заседанием фрс а это тот самый релиз на который точно будет опираться решение американского регулятора по сокращению программы количественного смягчения пока что я не вижу причин отказываться от коротких позиций до тех пор пока сам американский регулятор не предложит и не представить нам дорожную карту выхода из крайне беспрецедентной по объемам стимулов мягкой экономической политики золото растет как мы ожидали цель ближайший 1815 я думаю что увидим и повыше доллар канадец 1.2375 ждем ниже уровня 1.23 завтра заседание банка канады в ходе которого глава канадского регулятора сиф макли может анонсировать окончательное сворачивание программы количественного смягчения а дальше мы уже сами додумаем когда могут быть созданы достаточные условия для того чтобы повысить процентную ставку это в целом все разговоры об ужесточении политики соответственно явный позитив для канадского доллара и параллельно еще идет поддержка со стороны растущей нефти австралии все выше уже находимся надо на поддержкой 0.75 ранее этот уровень был сопротивлением завтра выйдут данные по инфляции которые сто процентов покажут очередной рост мы вместе с прочими статистиками экспертами зафиксируем это увеличение и тоже попробуем поспекулировать на теме того когда же резервный банк австралии сократить программу количественного смягчения это позитивный фактор для австралийца американский фондовый рынок всех вас друзьях поздравляю очередной максимум причем по снб и пуду джонс на знак немного отстает но это время явление основной вклад вчерашний рост и сын пи внесла компания тесла а чьи акции выросли на 13 процентов и перевалили по курсу за тысячу долларов то есть капитализация компании тесла уже больше 1 триллиона долларов 9 из последних 10 сессий тесла растет и за месяц прибавила почти в 30 процентов отсюда я делаю вывод если прогнозы экспертов оправдаются тесла нацелится на 1200 1300 долларов за одну акцию и сэмпи ждут новые рекордные уровни и я накажусь прав когда сэмпи доберется до сопротивления 4 700 кстати в комментариях обязательно пишите какие у вас мысли по вот этим уровнем максимальным возможным для сэмпи которых вы придерживаетесь и считаете что до туда и нас обязательно дойдет фунт против доллара 13757 ждем 4 ноября заседание банка англии и ждем повышение процентной ставки на этом я думаю ралли продолжится и 1 40 мы увидим европейская валюта вчера разочаровал а отчета и фо который снизился бизнеса настроение снизились а четвертый месяц подряд 97 70 98 и 8 то есть мне кажется было предсказуемо наблюдать и ожидать таких на данных поскольку проблема с логистикой я именно срывы цепочек поставок это то что очень сильно облачает перспективы немецкого бизнеса вся промышленность сейчас страдает первая локальная реакция евро снизился но опять же друзья я пока что вне сделок по европейской валюте думаю что заседание цб будут обязательно расскажу на этом собственно все хорошие торговые сессии всем пока